Реальное кино на канале Настоящее Время, Саша и Таня. Мы идем, мы не стоим, мы, так сказать, гуляем, все у нас естественно. Я хочу спросить, мы вроде как знакомы и не очень знакомы, но я тебя знаю хорошо, потому что я видел фильм Инны Лесиной, «Резьба по дереву», более того, мы его показывали на «Ардокфесте», а еще я, конечно, видел фильм «Ван Гоги» Сережи Ливнева, где вообще финал такой благостный, такой оптимистичный. Фильм, кстати, Лесиной тоже достаточно благостный и оптимистичный, при этом речь идет, рассказываю вам, кто такой Саша. Саша художник, который, уехав в Израиль, в какой-то момент, я скажу так, литературно, плюнул на все и занялся проектом творчества для людей от 80 и старше. И вот тот документальный фильм, который мы показывали на «Ардокфесте», он весь пропитан светом, оптимизмом, какой-то такой... Ну, блин, это же старые пожилые люди со своими чемоданами гадостей, со своими комплексами, со своей злостью на неправильно прожитую жизнь, в конце концов, стоящие на пороге естественного окончания этой жизни. Это документальное кино. Оно вообще документально? Или это какой-то такой пиар-проект про то, чего нет в реальности? Насколько это соответствует? Смотри, фильм Лесиной снимался два года. Она, приехав, еще не знаю, даже хорошо и в РИД, к тому времени, снимала сцены. Некоторые сцены она даже не понимала, что она снимает, она почувствовала их кожей, какие-то ситуации, которые происходили. Это, безусловно, документальный фильм. И то, что меня держит на этой работе, это такой предсмертный оптимизм, который, как я говорю, когда человек уже совершенно разваливается, то ему в какой-то момент все меньше нужны врачи и нужна резьба по дереву. Лесина, которая снимала в России, так же интуитивно, мы ее картину вообще показываем, она моментально из этой жизни, которая ее окружала, вынимала весь спектр чувств вместе с брутальностью, каким-то конфликтностью. А здесь и тот же Сережа Ливнев. Одним словом, вот нет ли такого, когда мы касаемся темы старости и в преломлении конкретно твоей истории, нет ли такого, ну, как бы, сюсюканья, как бы, вот что, ну, это вот такие вот все святые старички, такие они все, ну, так не бывает. Ну, как же не бывает? Не бывает, ну, как, ну, у нас у всех есть родители, с которыми, я вот, наверное, со своей мамой, которая, вы ее видели в фильме «Родные», такая вроде бы женщина, разумная, все, вот коронавирус. Вот не будет прививаться, и все, потому что соседки по личной клетке, они самые крупные вирусологи на планете Земля, они знают, и в итоге, вот я признаюсь, скажу вам и признаюсь всем, в итоге я убедил свою маму сделать прививку с жесточайшим, недопустимым ударом ниже пояса. Я сказал «мама», она живет в Одессе, «мама». Значит так, если ты не делаешь прививку, я не приезжаю к тебе на похороны. Ой-ой-ой, животное, это жестко. Ну, она сделала прививку в результате. Да, ну правильно, добился результата. Вот немолодые люди, они как бы вот не такие прекрасные. Как меня всегда тянуло к Виталику в Москве. При мысли, что, вот Виталик бы сказал, «мама, приезжай в Москву». Вот я чувствую, что у меня комок. Ну это страшно, ну это страшно. Это, к сожалению, простые. Это просто страшно. Тома, давайте летим, я мир во всем мире. На стане сделали такой проект, так сказать, мы… Есть резьба по дереву, а есть, например, резьба по воску, грубо говоря, то есть мягкий материал, мы, так сказать, печать печатаем на восковых дощечках. Это можно делать очень быстро, мы делали это в Америке. Ушел момент познакомить с Таней. Я просто не знаю. Таня, ты тоже художник? Я дизайнер. Дизайнер? Да. То есть у вас, как это… Семейный подряд. Семейный подряд. Ну, как все в жизни, он возник случайно. То есть, ну, как бы дерево меня сопровождает там с 14 лет, достаточно давно по жизни, да. Но с большими перерывами до 20 лет там каких-то там, где-то я занимался дизайном графическим много лет. Вот. И где-то начиная с конца 90-х мне предложили взять одну группу дедов, где-то, значит, в доме престарелых, когда начали возникать такие дома престарелых для богатых людей. Я очень долго брыкался, отбивался именно по той причине, там, дерево, старость, острый инструмент, все вот это, знаешь. Но потом, когда это началось, в какой-то момент я поймал себя на мысли, что я хочу уже туда вот, только туда ищи. И пойти. Первое, что меня поразило, это запах. Запах старости такой был, знаешь, когда ты приходишь, ты не понимаешь, как и что. Потом это прошло, в жилье я привык. Вот. И потом эта история, она как бы, вот, понимаешь, сочетание острого инструмента и глубокой старости, несочетаемые какие-то вещи. Потому что есть много кружков. Там они лепят, они там, не знаю, рисуют что-то такое, акварелькой. А здесь вот это вот такие вот атрибутика такая, она как бы брутальная. То есть вот куски дерева, громкий стук, в это время старость, в это время, значит, сказать, немощь. И они как бы вот каждый день преодолевают при помощи этих инструментов. Это такая психологическая история, потому что она, конечно, в меньшей степени художественная, в большей степени психологическая. Я помогаю им вот этими вот тяжеленными инструментами, железными, острыми дубинами бороться с немощью. А это один и тот же или это разные дома престарелых? Это несколько. Десять мест. Хорошо. Тогда я, видишь, кругом возвращаюсь к этой теме. Как происходит смерть? Ты просто приходишь в очередной раз и нет какого-то старика? Или это как-то вот, ну, как-то в этом пространстве существует? Смотри, отношение к старости у пожилых, оно вообще совершенно другое. То есть это такой переход. То есть у меня самому было как бы, ну, тут я и так скажу тебе, смотри. Когда я начинал работать, это было 20 лет назад, я просил об одной вещи организаторов сообщать мне заранее, чтобы кто-то умер. И когда ты соблюдалась, для чего это нужно мне было, чтобы поставить какую-то защиту, когда ты приходишь, не задавать идиотских вопросов, там, а где Шлому? И тебе говорят, а что ты не знаешь, что Шлому вчера умер? Вот тут у тебя, значит, пробивается душа, а на тебя все смотрят внимательно, как ты среагировал, потому что они знают, что они послезавтра, может быть, уйдут сами, им интересно узнать реакцию. Как ты среагируешь на их смерть? То есть они свою смерть, они смотрят реакцию на свою смерть. Ну как ты вот смотришь, да как тебе? Ну как ты среагируешь на свою смерть? Да, я не знаю. Он любит всех, и мы тоже любили его, и мы тоже любим тебя, что ты мое, роман, милый. Спасибо. Спасибо. А вообще это по-разному происходит? Умер тут, так сказать, седьмого мая. Один из моих тоже таких любимых старых учеников. Он был директором музея Ядбашима многие годы из Хакарат. Да, он был учеником? Извини, а я тогда по-другому спрошу. Он был в доме престарелых? Да, конечно. Это не дом престарелых, в таком понимании. Это немножко другая вещь. Это какое-то богатое место для… Слушай, ну все-таки, ну в каком бы не было понимание… Это не то. Совсем-совсем не то. Это… Я даже не знаю, как это место проживания, защищенное жилье. Теребня такая. Это просто, говорим по-русски, дом престарелых, нету перевода. Смотри, Таня, у тебя своя квартира? У вас своя квартира? Да. Да. У тебя там своя кровать, своя картина, фотографии… У этих людей свой дом. Это не дом престарелых. Это… Не знаю, если интересно, я расскажу чуть-чуть. Расскажи, пожалуйста. Это… Система такая, в Израиле, началась с 90-х годов. Состоятельные люди покупают себе, ну вносят какой-то довольно большой взнос по стоимости хорошей квартиры. В сеть домов престарелых, или иначе называется защищенное жилье, получают такой поселок или кондоминиум, какое-то место, где им обеспечено… это их квартира, они ее купили. То есть, они меняют место жительства и переезжают в смерть. Защищенное жилье. Нет, это никак не смерть. Ну как, подожди… Это такой улей. Это улей. Сколько тебе лет, Саша? Мне 64. 64. Ты думаешь о смерти? Ну, в общем, да. Я просто тоже думаю о смерти. Ты, как бы, ее видишь в таком защищенном улей? Я говорю, ты знаешь, у меня есть над тема шутка, которые, когда ко мне приходят мои хлопцы, я им говорю, вот когда у меня будет учитель по резьбе по дереву, я вот на нем отыграюсь уже полностью. Понимаешь? Вот пока вы на мне, а потом я на нем буду. То есть… А серьезно? А если не шутка? Серьезно? Смотри, я не вижу себя в этих местах пока. Ну… Но это не отрицательно. Ты понимаешь? Послушай, нет, дело не отрицательно. Это зависит от характера. Эти люди, во-первых, они просто очень общительные. У них такой кибурс. Они… Послушай, директор Яд Вашема, это вообще… Я знаю, я о нем читал, это вообще легендарная личность. Абсолютно. Это, ну, как бы… Партизан белорусский. Он подорвал 16 поездов. Да. Ну, как бы… Ну, неужели не в окружении детей, внуков и правнуков? Они все вокруг. Они все вокруг. Это… Это не то, что тебя берут, это не тюрьма, во-первых. Это… Это… Ты живешь… Это вот такое… Вот такое место. Похоже, да. Это место, где ты можешь там поесть вместе со всеми. Можешь поесть один. Ты можешь пойти на кружок какой-то, можешь не ходить. Ты можешь… Пойти в бассейн или пойти… Если у тебя приезжают, например, так сказать, родственники из-за границы, ты можешь попросить администрацию, тебе дают для них квартиру. Пожить там недельку с тобой. Понимаешь? То есть, это какое-то такое место просто удобное для жизни стариков. Я говорил с ними, спрашивал у ребят. Я говорю, зачем, почему вы здесь? Причины разные. Кто-то… Значит, у кого-то заболевает супруг. Например, там, так сказать, какие-то сдвиги начинаются. То есть, мы… Понимаешь, никто из нас не готов даже не к смерти, а к тому, что, так сказать, твоя половина, например, потеряет разум. Это страшнее смерти. Ну, смотри, давай попробуем пройти тоннелем. Я не знаю, как там будет, да, по свету, но… Сергей Ливнев, который снимал «Ван Гоги». «Ван Гоги» – это, в общем, во многом личная его история, связанная с мамой. Насколько ты знаешь эту историю. Сергей – мой близкий друг, человек состоятельный, ну, имеющий возможности, так скажем. А мама Сергея – это Марина Евсеевна Голдовская, классик советского, да и, в общем, мирового документального кино. Не знаю, дальше могу ли я переступать, рассказывать. Но, во всяком случае, мама в возрасте, не в очень хорошем здоровье. И он ее привез к себе в Юрмалу, обустроил в своем доме все это пространство и не пошел по пути… Ну, да, сдать маму в камеру хранения. Ну, смотри, каждый выбирает, каждый выбирает. Причем отношения, я думаю, русскоговорящих людей… Знаешь, очень мало в этих местах, где я работаю, русскоговорящих людей. Потому что у израильтян, особенно это поколение, которое приехало без родителей в Израиль, так сказать, после войны, в основном, там, в 30-х годах, до войны, после войны, сразу. У них другое отношение к кибуцной жизни такой. Они не очень, может быть, в этом плане, семейные люди, понимаешь? Потому что они с детства не знали, кто такой у них. Они жили без бабушки, без родителей, которые все загорели в огне, многие из них. В этот момент я… Вдруг вы не знаете, что такое кибуц. Кибуц – это колхоз имени Ленина, только в Израиле. Кстати, в каком-то смысле имени Ленина, потому что там долгое время висели портреты Сталина. Имени Герцеля. Да, имени Герцеля. Я жил в кибуце. Я это, так сказать… А вы жили в кибуце? Нет. Я жил в кибуце недолго. Но это действительно колхоз. Где общая столовая, общая позирочная, где будь ты инженер, врач, я не знаю кто… У тебя есть дни дежурства на кухне, день дежурства в охране. Все общее. Общие автомобили, общие… А дома не общие, по-моему… Дома… Да, дома… Да, дома… И это все существует в Израиле, в капиталистической системе. И поэтому, когда Саша Стани, говорят… Меня утешают про, так сказать, дома престарелых, говорят… Ну, это хороший кибуц. Ну… Ну, да. Вот теперь вы понимаете, о чем идет речь. АПЛОДИСМЕНТЫ И последняя съемка нашей Стани, его «Ицкака Арада» была за две недели до его смерти. Понимаешь? И вот отношение ко смерти, почему я про него вспомнил. Я ехал на… в машине, я ехал на занятия. И в это время, это было где-то… Занятие у меня там начинается в 4 часа дня. И я вез рисуночек, следующий банальный рисунок, ну, такой, можно сказать, банальный. Да, вот известная фотография еврейского мальчика, погибающего от голода, сидящего на тротуаре в Варшаве. Он после долгих… Ицкак после долгих раздумий решил вырезать еще вот эту картинку. И вот я с этой картинкой под мышкой еду в машине. Мне звонят из этого дома и говорят то же самое, такую же историю. Говорят, Саша, для тебя печальные новости, Ицкак сегодня утром умер. Вот, то есть это, как бы, смерть она ходит рядом, но это вещь такая будничная. Смерть действительно ходит рядом, и она не заходила ни в игровое, ни в документальное кино, которое было очень близко со смертью. И поэтому я, с позволения Сережи Ливнева, наш разговор с Сашей и Таней завершу финалом фильма «Ван Гоги». Спасибо. 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 Спасибо.